Добрый утро, дорогие друзья, мы здесь встречаемся, обсуждаем наше развитие, наше достижение, проблемы, перспективы. Как правильно сказал Николай Юрьевич, цели есть, надо их реализовывать, опубликовывать, чтобы всегда было обратной реакцией. Нам очень важно и необходимо, давайте в этом ракурсе дальше действовать и проводить наши фокшопы. Ну что, у нас уже закончился первый год плавления и мы начинаем двигаться дальше. Начинаем двигаться дальше в сложной обстановке. Но вы знаете, что министерство поставило нам задачу и для этого мы выделили деньги на создание лаборатории, чтобы делать научные исследования на современном мировом городе. Это неплохая задача, потому что другие исследования вообще бессмысленны, если они не на уровне того, что уже было достигнуто. Ну вот, ну, ну, туда идти. Ну, давайте обсуждать, как будем это делать, как идти. Будем обсуждать сегодня и особенно завтра намечен дискуссионный дух по основным проблемам. Ну что, я опять освежу в памяти наши задачи, как мы двигаемся. И потом вот здесь довольно важный момент – это новый проект. Ну, мы начали с Бумеранга, потом нам предложили Олимпа. Участвовать в нем – это первый проект будет. Вот, ну, и дальше и спосыпались новые предложения. Вот, они показаны здесь – ЛСПЕ, Милиметрон, Сардиния. Ну, и самое главное – это выход на европейский уровень. Это проект из Европейского космического агентства, который связан с будущей миссией Колин. Ну, это наиболее интересные, наиболее престижные задачи. Ну, и главное, что она еще и очень много дает нам обратный фидбэк. Вот те, кто сейчас включен в эту переписку по этому проекту, могут видеть, какой уровень участия, какая заинтересованность, какое отношение ко всем иммунам. Ну, это прекрасно, что мы попали в эту команду. Вот, ну, дальше я перечислю другие настижения. Сейчас был ученый совет пару дней назад, и я собирал со всех листов настижений, ну, да, чтобы показать обилити, с которыми мы работаем. Вот, ну, также есть некоторые проблемы в нашем развитии. Ну, знаете, картинка та же, наша задача, она не меняется, потому что она проходит полгода в окшопе, но это ничто по сравнению с 13-7 миллиардами лет. То есть на этом масштабе не изменилось, я думаю, практически ничего. Как все было, так и есть. Потом мы идут, и спущенные, 400 лет после Биг Бэнга, они по-прежнему мудрые, видевшие все, включая эффект синяя и Долича, рождение звезд и так далее, может быть, испытывающие гравитационные волны, которые мы должны, может быть, обнаружить. Мы должны их ловить. Это возможно, но астрономы, они хотят больше чувствительности, больше разрешения в углу, и самое главное, они хотят смотреть по для Рязанса. Вот это вот такая сложная задача, которую мы будем с вами обсуждать, особенно завтра. В этой картинке достижений, я думаю, что за последнее время ничего не изменилось. Нобелевские премии, которые были уже разданы за обнаружение ускорения Вселенной, теперь нужны Нобелевские премии за то, кто объяснить. Dark Energy, Dark Matter, Гравитационные волны или вот то самое ускорение, которое только недавно было достойно Нобелевской премии. Вот. Ну и мы связаны с проектом Гумеранта по следующим проектам, который здесь играет большую роль, и он вошел в 10 достижений декадра, на втором месте. Это точная космология. И вот за первое измерение косвенно-магровое background и антистропитовое значение, он был включен вместе с американским секундником, а у многих остальных нет, достижений в десятилетии. Но он тот первый в этом году, приятно отметить. Вот. Конечно, напомню, что раньше баллонница для него делала знаменитая фирма GPL, но и недавно это предложили делать нам, в нашей лаборатории. Так что мы обременены этой задачей, мы взяли за нее, соответственно, нужно делать то, что если мы не сделаем, бумеранг не плетит. Олег еще может плетить, потому что там есть дублирующие варианты, ну а линка на бумеранг нет, там основная поставщика. Мы должны поставить вот эту вот систему на 350 ГГц, или на 480 сейчас варианты, и обсуждаются также, может быть, и каналы более низкочислотные, которые включили 150 ГГц. Вот. Ну, так показано, как был запущен номеранг. Эта задача у нас есть, но сейчас перед этим появилась еще задача в части Валимпа, на которой я скажу. Ну а самое главное, что за последнее время, значит, новое применение нашлось у этого баллометра, это номер 5. Значит, баллометр на холодных электронах, который здесь показан, он состоит из трех частей. Антенна, которая концентрирует излучение, туннельный переход, который пропускает через себя это излучение, потом сохраняет тепло внутри этого объема, далее участвует в считывании этого излучения мощности, и, наконец, делает электронное охлаждение, вынося самые горячие частицы. Из-за этого многообразия свойств у нас совершенно уникальные свойства этого баллометра. Высокая чувствительность из-за электронного охлаждения, большой динамический диапазон, опять же, из-за электронного охлаждения, потому что мы выносим все частицы наружу, не чувствительность к космическим лучам. Это недавно было обнаруженное свойство, которое дало нам большие преимущества при застанутой концепции. И интерес к нашей концепции резко возрос после этого. Ну и, наконец, последнее, это резонансные свойства баллометра для многочастотных систем. Это свойство оказалось очень полезным, и мы, в основном за счет где-то нового свойства и новых возможностей, мы были включены вот в этот тим, и мы выиграли тендер из Европейского космического агентства. Это очень приятное и значительное событие в нашей жизни. Я шел к этому, можно сказать, всю жизнь, и так долго шел, чтобы перестал идти. То есть туда попасть это совсем нелегко, уровень очень высокий, требования высокие, но они реально делают, чтобы все было на современном уровне, выше, чем тот, который был, и чтобы все это было, в конце концов, сделано и летало. Ну вот, подход там совершенно другой, чем представленным проектом и применением. Поэтому, в общем-то, получить тендер и работать в этом агентстве – это очень интересная, сложная и престижная задача. Вот, наконец, она случилась. То есть, этот тим достоин делать новую концепцию балометра для многочастотных систем. И более того, там вот внутри еще будет компетишн по поводу, какая концепция должна быть, там две претендуют, и есть шанс, что мы вообще будем лидерами. Это связано с новым проектом, европейским, который планируется. Колин интенсивно обсуждается. Сейчас считается как основной проект. И вот, посмотрите, фокальный плоск этого проекта. Конечно, амбиции астрономов, они совершенно неутомимы, и хотят мерить все – чувствительные, много каналов. Если смотреть, в итоге здесь 15 каналов, каждый – от 100 до 1000 балометров, разные частоты, и по многим частотам нужно просто мерить одновременно сигналы. Ну, как вы будете мерить одновременно, если вот этот здесь расположен, а этот здесь – пиксель. И, значит, нужно ввести поправку по смещению, по времени и сравнивать сигналы в одной и той же точке. Это довольно сложно, поэтому интерес очень большой к тому, чтобы верить их вместе в одной точке. Это первая – наустная мотивация многочастотных пикселей. Вторая – это просто смотреть за огромную фокальную плоскость, проблема аберрации, и все становится довольно тяжело делать на нужном уровне. Из-за операции сигнал здесь будет отличаться от сигнала здесь, и тот, что испадает, поэтому уже погрешство будет носиться. Есть желание скомпоновать это плотнее и сделать меньше фокальную плоскость. Но также вот европейское космическое агентство не очень хочет иметь горные, линзы, если будет фокальная цепочка развита, то это самое лучшее. Ну, на самом деле, это правильно. Знаете, мы куда-то развиваемся, на это все пользуется тем, что все будет делаться на пантошке. К счастью, мы оказались в Е. Мы его делаем как раз в этом направлении, поэтому в каком смысле нам повезло, и мы его востребовываем. Делается ли в мире что-то? Да, активно делается, особенно у американцев. Правда, не так много групп. Вот эта группа Берклестом активная. Они делают синусидальную атену, где две компоненты выделяются этой сложной конфигурацией, но достаточно хорошее разрешение по поляризации, и можно там выделять сигналы, причем выделять разные частоты. Вот это на шерфополосах. Как это делается? Вот здесь под электродами идет микрополосковая линия, и она выходит наружу и идет к системе фильтров. Вот она приходит в семь фильтров микрополосок, потом разделяется, и можно выделять разные частоты. Делать это можно, но проблемы, естественно, возникают. Но, первое, смотрите, огромная и совершенно эта система, конечно, значительно большая, чем лямбда, и она занимает довольно много площади, то есть она некомпактная. Далее довести сюда сигнал вот этим микрополоском – это проблема. И там их ясно показывается, что на частоте больше чем 200 ГГц сигнал загибается совсем, потому что диэлектрические потери в микрополоске, ну и прочие препятствия. Поэтому, если мы сможем вместо этого сделать эту систему, можно эту любую вставить баллометром прямо внутрь – это будет хорошая прогрессия. Ну, наша работа основана на, так называемом, резонансном колл-директорном баллометре. Этот баллометр состоит из тех же частей, что и колл-директорный баллометр, но появилась дополнительная часть – индуктивность. Зачем она прилилась? Нам нужно делать резонансный контур. Чтобы делать резонансный контур, нам нужно, можно, естественно, взять эту емкость. Ну и первая идея была взять геометрическую индуктивность. Но расчеты показали, что тогда длина этого абсорбера будет порядка 100 микрон. И это уже сравнимо с длиной волны, и огромное сопротивление набегает, огромный объем абсорбера, и добротность неводной рядовой, для которой нужно, чтобы была тройка или десятка. Вот. Сверхводящий абсорбер, основанный на геометической индуктивности сверхводника, очень эффективен. Смотрите, то же самое можно сделать с длиной 0,6 микрон, и все вот тут резонансный контур. И все внутри. Теперь мы можем делать отдельно дизайн электродинамики, и отдельно смотреть здесь определение частоты из пунктов такого контура. Но эффект очень фундаментальный, да, может, еще более фундаментальный, чем геометрическая индуктивность. Там какое-то электромагнитное поле как-то скапливается, накапливается, и генетическая энергия этого тока в виде поля концентрируется. А здесь проще. Здесь инерция этих куперских пар, то, что нам знакомо, когда мы хотим толкнуть мяч, мы включаем некоторую инерцию, и он вот так может лететь. То же самое все равно никак. Если бы не было инерции, эти куперские пары в магнитном поле из-за отсутствия полного сопротивления, мгновенно улетели бы и бесконечности. Но они могут это сделать, потому что это шар, это с массой. Ну, так вот, ну, да, нет. Значит, прийти к этой идее, она, кажется, довольно цельная и очевидная, но, казалось, не так легко нам было произойти какой-то психологический барьер. А барьер был в том, что уже раньше использовались системы с сверхводящим абсорбером, вот, он использовался как абсорбер, в нем поглощалась эта мощность, а потом она скатывалась в ловушке и регистрировалась на данные переходы. Но при этом индуктивность не работает. Частота больше, чем щель, и индуктивность нет. Вот, значит, весь барьер был в том, чтобы придумать, чтобы использовать индуктивность с большей дельта, с большей щелью, больше, чем H-омега, совместить с технологией так, чтобы было все компактно и использоваться. Вот, но вот сейчас мы будем работать с этой системой. По сравнению с геометрической индуктивностью, она дает огромный выигрыш. Вот здесь отношение, значит, индуктивности до одной и той же дыны, геометрической и геометрической. Ну, и смотрите, на уровне 10 нанометров уже достигаем уровня 320 в отношении. То есть это выигрыш размера, который мы можем эффективно использовать. Ну, вот первый пример резонансной системы. Пока еще не мальте, эффективность и на уровне 3 с резонанской. Мы вставляем в нашу любимую прослотную антенну такой балометр, и делаем проб соответствующей резонансы, и меняем эти компоненты, что довольно легко сделать. Все эти параметры, они разумные, в смысле размеров, в смысле того, чтобы их реализовывать. И вот получаем добротности здесь от 5% и до типа единицы. То есть в широком диапазоне мы можем менять этот спектр добротности. Вот. В специальном диапазоне, как это есть, показано здесь, это без восходового балометра. Это должно быть какой-то, ну, несколько шире, чем то, что мы хотим выделять, но не такие же большие требования. Требования будут к тому, как выделять этот скаковой пласты. Ну, а дальше двухчастотная система. Раз. Мы ставим два балометра на разные частоты, и вот что дает симулирование этих вещей, значит, для этих двух частот. Мы начали с наших любимых 350 и 480 ггц, но потом, по запросу этого нашего Тима, по этой команде европейской, значит, Манчестер делает на 100 ггц, поэтому решили выбрать эти две частоты, чтобы в одном и том же диапазоне работать. Ну, вы знаете, с одной стороны, может быть, более интересно было наши любимые частоты, если здесь лучше метрик и все более ясно, так что это неплохо тоже делать и в этой частоте, в этом диапазоне частот. Ну, и можно и там, и там, и сравнить, потому что у нас техника есть в обоих диапазонах, это неплохо, если мы будем делать параллельные вещи. Ну, дальше следующий момент, это если мы хотим не с линзой делать R2D и рейхи, то тогда мы должны делать такую систему, например, ну, вторая кросс-клот-антенна, это самая компактная, dense-антенна, где они грамм только контактятся друг с другом. Ну, это напоминает, как мы полоски пересекали, так же здесь эти щели пересекаются, один, два, потом они ставятся в каждую щель. Вот, если мы хотим разделить их уже на разные частоты, то мы делаем таким образом, вот это кросс-клот-антенна, одна из них рассчитана на 105 Герц, другая на 75 Герц, и в шахматном порядке мы их ставим. Вот, ну, это более спокойная, как бы, система, но здесь возникает вопрос эффективности, потому что мы тогда каждой антенной будем ловить только одну вторую часть мощности этой системы. Поэтому мы начали симулировать такие вещи, в основном мы это делали с Сашей Собовым и Суньком. И здесь показан пример одной из систем, где мы взяли DENSA, DENSA-RECH, и REER-RECH, цепочку. Вот, ну, вот смотрите, DADENSA- это красная полоса, которая показывает довольно широкий диапазон. Когда мы берем REER, или, как она еще называется, SPAS, то тогда эффективность отличная, но немножко более резонансные свойства становятся. Но это неизбежно, знаете, это потеря. То есть мы выигрываем, мы построили согласование, построили размеры, не толщиной подложки, но полоса, естественно, не скосурается. Пока еще это в джентльменских рамках, но это нужно смотреть, чтобы она была не очень пустая. Вот, ну и, значит, если мы это дело дальше зайдем и выиграем этот тендер на то, чтобы делать вот эту концепцию дальше, и наше будет принятое. Что мы можем получить от этого? Ну, вот здесь показано, что мы можем получить. Мы можем получить не только эти две частоты, но и в итоге всю фокальную плоскость. Все 15 каналов, то есть здесь и много баллонов, то есть это огромный масштаб работ, ну и, конечно, это будет хорошее подтверждение дальше. Вот, ну и это напоминает нам, как в некоторой природе, как говорится, победитель получает все. Вот это типы этой ситуации, на которую мы можем рассчитывать. Вот, смотрите, какая будет борьба между Сиеми и Тиесом на этом пути. Вот, и можно наблюдать, и сейчас наш темненький понемножку начинает давить. Так что, есть надежда, что мы повторим этот опыт. Вот, ну и, значит, это Milestones, эта программа, она уже сейчас начата, значит, с 1 января она начата. Ну и вот, ну вот, решающий момент будет конец первого, не квартала, а, ну, первого периода 5 месяцев. В мае 2014 года объявлена эта главная битва концепции. Два претендента. Наша система с локальной цифрочкой и Манчестерской системой с локальной цифрочкой. Ну, победитель здесь получает пока еще не все, он получает возможность сделать демонстратор, но это уже очень много. Это значит, что весь европейский консорсен будет работать на эту концепцию, все будут считать, оценивать, предлагать, говорить, как что вписывать, ну, то есть, вписывать в телескоп. Ну, там лишние 50 тысяч евро, это, конечно, не очень большая сумма, для этого масштабно тоже лишней не будет на технологию. Ну, а дальше можно просто показать, что все работает, что приняли к изготовлению, к использованию в поле, и в этом случае это будет уже окончательная победа, и огромная победа. Тогда уже мы можем сказать, что победитель действительно получает все. Ну, как мы будем работать? И, действительно, нам нужно создавать какие-то таблицы, кто что будет делать, и распределять роли. Я буду начать здесь прикидывать, какие роли и кто как будет участвовать, вот где будут делаться образцы, все части, у кого, конечно, есть очень активное участие, людей есть в МТО, как полагается, как в области. Начиная с симуляции, то, что мы сейчас очень активно обсуждаем, и я буду очень рад, когда совершенно разные подходы и разные программы будут использоваться, и мы эти вещи будем вообще-то там, вариантов-то очень много, как вы видели, только отдельно я не сказал, еще на самом деле. отнимаем, чтобы выбирать самое лучшее. Вот изготавливать будем, соответственно, образцы, потом мерить их, и вот в измерениях, опять же, здесь очень важным может быть тот стенд, который у нас давно развивается, вот его использовать и смотреть какие-то спектральные характеристики этих систем. Вот, причем нам нужно смотреть, мы собираемся делать именно на 350 ГГц, и на 100 ГГц. Ну, при этом можно, соответственно, смотреть, может разделить задачи, может быть здесь 100 ГГц, а в ЧАММерсе 350, ну, если обе, это бы еще лучше, я имею в виду здесь будет. Вот. Так все это нужно прикидывать, и мы будем создавать, вот, причем, у нас 6 программ, 6 проектов, так что постепенно начинают заполнять участников, которые берутся за отдельные задачи, и, соответственно, ну, оценивать, как, кто, чего он может делать. Потому что, конечно, главное, что браться за какую задачу ответственно. И, вот здесь, кстати, я хочу упомянуть, это был такой вариант составлен, ну, там два участника были, Дарья и Артем, студенты. Вот, в начале выпала Дарья, но она выпала по уважительной, в принципе, причине претензий нет. Вот. Потом Артем, ну, просто у него там, сложные семейные обстоятельства, он должен был приехать, сейчас не смог. Поэтому немножко вот этот вот канал сейчас оголится. Анну мы планировали больше вот для основного канала, который в ИСА идет, поэтому она стоит на первом месте. Так что, информирую вас, одно место сейчас погодилось, по техническим причинам, нужно его заполнять. Вот. Вот. К нам пришли многочисленные проекты, Бумеранг расширился до другой системы, Олимпо, ЛСПЕ, предназначение, Миллиметрон. Почему это случилось? Это случилось потому, что обнаружили, и проверили нечувствительность наших малометров к космическому лучению. Вот смотрите, какой ужас творится у Планка. Это миллиардный проект с хорошей чувствительностью, все хорошо запустили, все в этих гличах космических лучей. Каждый глич в одну секунду, это очень тяжело, потом отфильтровок не работает. Вот. Поэтому эта проблема встала, и если система нечувствительная, то это очень должно быть хорошо. Мы в нашей баллонде проверили время, вот эта миловидная девушка сделала всю работу. Вот. Она сделала измерительную систему, она подтащила этот, с помощью кого-то, вот этот источник. Вот. Она делала измерения, бегала со счетчиком Гейгера, все проверяла, и все, у них работа идет, все сделается. Вот. И она вместо одного глича в секунду обнаружила страшную вещь, что ничего не видно. Стали считать кросс-секшн, и убедились, что да, действительно, ожидаемое время каждого глича это 40 дней. Мы не дождались такого времени. Да, мы максимум 16 часов ждали. Поэтому сейчас нужно, а, или нужно дать больше времени, конечно, но это утомительно, но просто делать эту систему с большей площадью. Сейчас вот показано здесь, это даже и Рей был, и Рей, но, вот, кросс-соп-антай, но это 10 микрон все-таки. По сравнению с ТС, которое делается для ЛСПЕ, здесь 5 мм квадратных, отношение 1000, это выгорыш, почему мы ничего не видим. По площади тоже выгорыш в 100 раз, поэтому общий выгорыш в объеме 10 в 5. Ну, понятно, что при этом очень тяжело, ну, плюски глич. Зачем нужен глич? Просто убедиться, что система работает, ну, никакая дурость, или источник не работает, или что-то. Ловит, ну, ловит вот так, как должно быть по гросс-секшн. Вот. И, ну, в основном, это сейчас брать цепочки наши, тут и Рей, где площадь значительно больше, мы думаем, вероятность будет больше. Как это делать нам? Ну, вот мы обсуждали делать 10 элементов, но в общежитии это сделать сложно, в защите креста тяжело. Вот. Что-то делает не я с шлицом Морбис, узнать, как они делают, может там присоединиться. Ну, как-то стал вырисовываться, может, самый простой способ. Взять билет в Рим, есть дешевый билет, слетать на неделю и вместе с этой миловенной девушкой померить. Может, это будет наиболее эффективный способ. Быстро, приятно и хорошо. И они будут рады, потому что, ну, сил у них не так много не хватает, если кто-то из наших заинтересованных людей берет образцы, едет туда, но будет встреча, естественно, очень тепло, но ура. Участвовать в экспериментах, ну и все, мы просто там тестируем образцы на той системе, и мы участвуем активно в этом. Соответственно, дальше уже можно везде пропагандировать, какой у нас лучший мир, нечувствительный. Ну и вот как раз был локшоп по поводу этих двух миссий, и поле, и пиксер. И на этом макшопе как раз обсуждали ситуацию. Мы раньше с нашим волонтером, когда был выбор для спальни, мы были на пятом, на шестом месте в Иерархе. А здесь мы, смотри, теперь вместились на второе место. Везде фигурируют эти космические лучи, только ТС еще впереди пока. Причем у нас, смотри, два плюса, у всех плюсы и минусы, или знаки-вопросы. Так что еще, двигаться дальше и на первое место двигаться. Олимпо. Олимпо к нам пришел не так давно. Мы с вами подключились. Это миссия для измерения сминировидной добычи эффекта. Вот, уже антенна готова, все есть. Вот видите, здесь были уже готовые детекторы для этих диапазонов частот. И вот сейчас нам предложили заменить их, потому что нечувствительность космическим лучам она очень привлекательна. Мы сейчас этим занимаемся и работаем. Но здесь, значит, немножко ситуация лучше, чем с бумераном, потому что, если мы, как-то, примем удача, все-таки им уже какие-то баллометры есть. Ну, требования здесь показаны, чувствительность неогти какая-то, потому что нагрузка довольно большая, опять пиковата. Но главное, вот это не с космическим лучам, то, что привлекает нам. Терализация здесь не нужна. Ну, мы начали с некоторой расчеты, если делать один или два баллометра, но, в общем-то, протонный шум. можно достичь. Здесь, вот, показано, где-то будет на уровне, для этой мощности на уровне, какие-то действия на 17-е годы. Вот. Ну, дальше вот мы, в этой цепочке, это dense цепочка, она ничего, но она не покрывается площадью. Поэтому идет дальнейшее развитие. Ну, вот, в частности, мы идем к симулированию более редких цепочек, то есть прореженных, но покрывающих в большую площадь. Ну, опять же, это синусы, которые нам нужно не терять, и полосу нам нужно соблюдать так, чтобы здесь 33 ГГц влезло сюда с фильтрами, которые требуются для олимпо. Ну, это зачем будем обсуждать наши детали в субботу, но, в общем, в это направление работа идет, и нам нужно терять оптимальную конфигурацию таких цепочек. Вот. Когда я был в Риме, как раз, уже обсуждают всякие маленькие фрикансы системы, постепенно вернулась идея в дискуссиях с Павлом Вернаджесом. А что, если нам совместить все четыре частоты олимпа в одном месте? Ну, вот, мы начали обсуждать, нам сразу стало считать эффективность, размер пропорционально длине волны, соответственно, и для больших частот это довольно маленькая будет штука, но потом, если вот так вот расплорыть такую улитку Си-Шел в 2DRA, то тогда получится, что вот это одна щель, а этих будет две рядом, то есть эффективность в каком-то смысле восстанавливается. Ну, в общем так, по эффективности эта конфигурация довольно интересная, но по остальным свойствам нужно считать. Нужно считать, это один из примеров того, что было. Я это рассказывал на нашем КИКОВ-митинге его европейского проекта. Ну, там одна такой француз, все знающий, который в Америке много проволоков, но американцы тоже с этого начинают, а потом что-то там терпели неудачу. Ну, вот эти расчеты могут показать, может какие-то модификации, но амбициозные задачи это очень хорошее. Вот, Мелметрон. Мелметрон это новый проект российский, который идет и где мы стараемся участвовать. Как участвовать? Ну, вот мы не можем с российской стороны пока зайти в области детектора, но мы можем зайти со стороны инструменты, которые делают итальянские коллеги, вот они делают ФТС, и на этот ФТС они пригласили нас с нашими оболонками. Это показано творением амбициозных электроидов. Такое, дифференциальное, довольно интересное, концепции, которые подпадают, ну да, не в очень хорошие условия, делать хорошие выборы, хорошие результаты, хорошее завершение. Ну вот, это технические данные, частоты, которые мы должны освоить, 4 диапазона, работы довольно много, опять же, 7 хватит, если бы на с чем это делать. Ну и как это делать? Это у них типичные сейчас дизайны, какие-то фокальные плоскости, и, соответственно, для Worm. То есть это вот, соответственно, AirDisk, и он может быть связан с формулами. Ну и потом решили, что вот в одной из вот таких систем, поставить вместо этих органов систему 2D-RF, и, соответственно, они попросили это делать более плотно, для большей эффективности. Вот 4 таких цепочки поставить внутри одного аукального плитна. Ну, какие-то расчеты делают сейчас. Показываем, что при том уровне нагрузки, который есть, можно достичь подводного уровня шума. Ну вот, это для аэропорта около 300 ГГц. Ну и там, кроме РКК, это такой космический аппарат. Ну, посмотрите, нагрузка довольно большая, потому что это спектрометр. Он вырезает малую полосу, но он слипирует большой, поэтому в этой большой полосе уже, соответственно, ну, мощность набегает. Это техническая часть, как происходит наше сотрудничество. Вы видите, у нас есть соглашение с сотрудничеством между Нижним Новгородом, Чалмерсом и Ленинским университетом. Есть соглашение между итальянцами и Роскосмосом. Ну, теперь обсуждаем, чтобы было между Швецией и итальянским агентством, чтобы замкнуть этот треугольник, и также между шведским агентством и российским агентством. Тогда все будет замкнуто, все будет нам подтверждено официально, и мы сможем тогда более официально участвовать в этом проекте, если так будет. Пока нам будет сложно, но официально Швеция еще не приняла агентством, то есть, участие в это время. Это не очень хорошо, потому что в любой момент все может прекратиться. Но также не упоминать вам, какие проблемы здесь, чтобы достать финансирование с российской стороны, чтобы участвовать в этом проекте. Вот. Дальше был предложен ЛСПЕ, это тоже будущий проект, хотя я не так долго ждать, это январь 2015 года. Участие нам предложено было, это мне приятно вспомнить, что мы здесь здесь в Нижнем Новгороде, когда мы посещали Оперу, вместе с нашими итальянскими коллегами на НАТЕ, платформы проходили кофе-брейк и строение, в общем, для эмбонтировки. Вот. Проект это довольно подходящий для нас, потому что это мультимодовая система, довольно большая мощность нагрузки, и как раз то, что мы можем делать с нашими цепочками и переваривать эту мощность. Вот. Ну вот, показывают технические параметры, которые должны быть сделаны. Запуск пока предполагается с фаллборда, но, если будут деньги, можно и из Швеции запускать. Проблема, что из Швеции в общем-то дорога оказывается. Вот. Дальше просто сейчас перед советом я получил слайды, я спрашивал всех участников прислать слайды, которые нам нужны, здесь я просто шоу вам сделаю. То, что в лаборатории делается, чтобы было представление, сколько тем мы ведем, но это еще далеко не все. Не все прислали слайды, тем мы есть. Просто это били тем, которые нам нужно, чтобы развиваться, непонятное динансирование, и поэтому здесь широкий круг. вот это вот поиск термоэлектрического эффекта при металлической петле, для прояснения знаменитого термоэлектрического парадокса, который Гисбургом донал, как одно из двух самых интересных явлений этого столетия. Дальше баллистический для измерения магнитных полей ну, он хорошая работа, предлагаем с такими свойствами любого инфизора ВЭДОС и ФИСРАИ. Ну, дальше от видео будет моргид, это можно для губитов использовать для каких-то других чувствительных измерений. Ну, дальше делать этот детектор, видите, какая сложная схематика, и наши коллеги из инверситета делают дизайн, и она делает образцы, но измерения там, пока, ну, и здесь проводятся. Вот. Однопотонный детектор, это очень престижная задача. Вот, смотрите, здесь показано, что он может до 2 ГГц работать, ну, а обычные детекторы, если в микронах, это 2 микрона работают хорошо, 6 микрон уже тяжеловато, 10 микрон еще не достигли, ну, это 30 ягер, собственно. Поэтому, если мы покажем, что он действительно так работает, удобно, это будет большой прогресс в этом деле. Пока я только в вашей плате, если он будет действительно вот с этой до этой частоты не будет продвинуть, но это, да, Nature Run. Вот. Измерение высокотемпературных длинных контактов, тоже хорошая работа, и аппликовали дружно на плате ИЗИКС. Ну, дальше, для спектрометра разрабатываются, для традиций, генераторного ДСП, вот, здесь, главное, мощность и частота, она может использовать в разумных пределах, как говорится. Вот. Стенд для микронах измерений, который я бы упоминал. То есть, он может, долго мучительно разрабатывали, как-то компоновали все, но он может сыграть решающую роль в вот этом европейском проекте, если мы здесь, допустим, впервые продемонстрируем частоты, резонансные, а потом две частоты. Очень публикательная вещь, очень публикательная, даже вот на уровне просто, как мы выделим по частоте резонансные сигналы. Ну, дальше я работаю под руководством Зайкина, квантовый Дика Херенс, ищем и хотим догадывать, что когда все будут охлаждаться, мы в пределах премся, очень фундаментарная и очень дискуссионная задача. Дальше Андреевский интерферометр и несовершенственные свойства, Катя Матрухова, она реализует какие-то системы, может быть, и на основе этих рекомендаций тоже можно сделать и улучшать свойства. Дальше, огромный гигантский термоэллимпический эффект, предсказан, Каленкова, и Калерия, может быть использован для термоэллимпического баллона. Вот, измеряется теплопроводность для проекта «Миллиметром», для зеркала, с этой стороны мы участвуем в этом проекте «Миллиметром». Так это просто, чтобы вообще не повторилось. Дальше, для РОТА мы делаем приемную систему, это один из путей, чтобы участвовать в спектр работах и зарабатывать деньги на наше существование. Дальше мы некоторые вещи рассчитываем для этих цепочек, коопераций с тенденцией. Вот, чем это дело делаем. Вот, но это, опять же, один из вариантов, который шел. И сейчас будем смотреть, как можно это использовать для реномассных систем, первая очередь, с разрешением по поляризации, что самое главное, по основным способам. Вот. Ну, это только в расчете, которые делали несколько областей. Технология этих переходов, она сейчас делается в чатерсе, но хочу развивать постепенно и труд, потому что это хорошо иметь свой кухлый подход. Ну, так выглядит наш технологический участок. Уже прогресс есть, установка главная запущена, процесс начинает тестироваться. Измерения проводятся. Работа надо и должна проводиться, что очень важно, потому что, оказывается, что все во многом зависит от того, как мы померяем, отфильтруем. Вот. Актические вещи проводятся. Работаем. Они еще тяжелее, не так все просто. Вот. Мы работаем над термометром. Термометром, может быть, не Актика какой, но так как он, да, ракетка и космическая техника, понятно, какие теремии, и хорошо, что мы в этом направлении тоже действуем. Стажировки проводятся, которые сейчас очень опять нужны, но сегодня этот вопрос не будет, как организовывать состояние, что это происходит. Ну вот. И сейчас, возвращаясь к этой проблеме научных исследований на мировом уровне, хорошее действие, вот как раз насчет research, что мы сегодня говорили, что должно приносить плоды. Ну вот так выглядит research, как мне показалось сейчас, когда был в Бриланке, поэтому мы это с ним не сделали. То есть мучительно долго, криво все разбивается, какие-то есть идеи, одни разрабатываются, проверяются, отсыхают, но другие все-таки дают плоды. Вот предлагаю вам всем, используя этот путь, и вот как раз вот эту часть, находить и выбирать. Это наша цель, это наша работа. Ну вот, по поводу research, я здесь был очень рад и счастлив, что, ну, может быть, впервые за 10 лет работал с Сиемин. Первый research результат в чистом виде был получен. Вот эти вот характеристики, которые были померены на образцах, сделаны в Чан-Моселье, измеряли здесь в Мирнем Новгороде, и сравнили с теорией. Вы знаете, как разошла здесь теория и эксперимент? Ну, во-первых, это, да, из того, что прорисовешь там эти пять пунктов, ну, вот самые тяжелые два последних, когда они реализуются. Вот. Ну, сравнение с экспериментом и выводом. Ну, вот здесь как раз две команды участвовали в этом деле. Они пытались объяснить себе. Одна команда – Нижегородская, более умудренная опытом, более опытная, более образованная, больше времени проводящая исследование. А вторая команда из Чан-Меса – это суммедшие два студента-бакалавра с горящими глазами, которые пришли недавно, всего богу до них, начали вообще их изучать. Но они хотели все знать, все делать, все время устали, обсудили меня, обсуждали, что ли, как. А ситуация, на самом деле, была понятна уже, принципиально. Еще с ним мы голову, мы этот вопрос изучали. Когда их электронно тонулируют сверхводник, их очень много. И что-то должно происходить. Или они должны перегревать его, или у них должно место не оставаться, куда тонулировать. Вот. Или же другие процессы обратно, возврата энергии должны быть. И что должно быть? Ну вот. Ну и в этот момент, как раз, нижегородская команда, она застополилась, она сказала, нет, ничего не получается, не фитуется, и все. Сталин говорит, никакого дальше поиска и прогресса. А та команда, она все-таки взяла, сложную теорию, которая там была, ну и терло так там везде, но она прощенную взяла, и вот она получила фитовку. Мы узнали, в чем причина. Причина оказалась в том, что здесь слишком много этих электронов, и большая плотность, то есть уменьшается число свободных состояний. Просто, что первая причина была подавление дельта, но оказалось это. Потом это дело использовалось и дало большой прогресс в нашем понимании и дальнейшем усовершенствовании системы. То есть и пятый пункт тоже был выполнен. Это классический пример research. Я очень был рад и счастлив, что наконец мы подошли до этого дела. И предлагаю всем следовать вот этому пути. Ну вот уже эта команда Невегородская последовала, она потом вставила эти поправки и получила. То есть я хочу сказать, что это должно быть в любой деятельности, когда вы занимаетесь. Все, что вы делаете, все должно доводиться до этого пятого пункта. Тогда мы будем хорошо прогрессировать вперед. Поэтому я очень рад, что такой пример появился. И я стал больше уверен, потому что баллон это на самом деле нормально работает. Прекрасная система, но можно добавить все до конца. Вот. Ну а теперь последний слайд. Это поддержка. Поддержит нас на разных уровнях российском, министерстве и НГТУ. Ну вот я с довольствием это делал. Здесь докладывал на совете. Ну вот смотрите, позитивное. Ну на самом деле отношение хорошее везде. Грех жаловаться. А в университете здесь просто прекрасно. Такого не в каждой мегагранте, скажу вам, можно найти. Но проблема. В России здесь не может быть без проблем. Они возникают везде. И как-то все это так искореженно настроено, так делается, что не помешка. Ну вот первая у нас глобальная проблема. Нам предложено шесть международных проектов. Это уникальная ситуация. Это престижный случай. Это вообще на блюдечке с голубой каёмочкой. Преподнесли, говорят, участвуйте. Мы вас зовём, приглашаем. За это нужно хвататься обеими руками. И не отпускать. Такого может больше не будет никогда. Если мы сейчас провалимся, у нас вообще такого не бывает. Шести проектов. Нас хотят. Нас зовут. Но мы никак не поймём, где найти поддержку для российской страны. С Роскосмос мы никогда не достучимся. Другие единства тоже не получаются. Но это совершенно ненормально, опускают участие в других проектах. Вот только в России могут допустить такое. Ну вот это вот по первой части. По второй – министерство. Очень нас любит, уважает, контактит на всех уровнях. Вот. Министр обычно обращает внимание. Ну, вы знаете, на российском уровне тоже там. Президент приглашает там, да, обсудить всё. То есть отношение, в принципе, хорошее. Но вот это неразумное совершенно, ну, изуберзкое решение, поддержать нас только на один год, а потом бросить с нулевым финансированием, оно неправильно. Неправильно, потому что они когда давали нам проект, они говорили «Иссёдж! Иссёдж!». Ну, в высоком уровне, мировом уровне, всё. Ну, а сейчас, когда угрожено, мы должны искать, где деньги достать. Но обычно через «Иссёдж!» не так легко достать. Если, скорее, какие-то примененческие задачи, то, естественно, совершенно уже распластываемся в этой ситуации и не знаем, что и как делать. То есть нужно было достать хоть часть финансирования университета. Ну вот, мы их пытались убить, не захотели слушать. Ну вот, сейчас финансирование с университетом, ну, просто тяжёлая ситуация для нас обоих, лабораторий, для университета. Ну, и будем стараться обратить за то. Ну, здесь ещё недавно, например, возникло понимание важности поддержки технологии. Ну, так, после бесед вроде это проясняется, и, думаю, она будет поддержана. Потому что если не поддержать, ну, это просто сказать «всё, мы скакиваем из дворей». Значит, заключение, ну, вот, наша лаборатория очень успешно стартовала. И интузиазм масс очень хорошим, не может быть лучше. Важные международные проекты, вот, провели, выяснили чувствительность к космическим лучам. Но, наверное, самое главное, что новый проект, у нас заоборот, и мы должны принимать это участие. Вот. Ну, и сейчас возникли, ну, во-первых, это из внутрих коллективов, что нужно всё-таки нацелить с каждого научного сотрудника на получение научных результатов. Ну, и внешний фактор – это серьёзные финансовые проблемы, которые я не знаю, чем привинут. Потому что, может быть, будет немножко, конечно, сдвиг в сторону каких-то заданий, можно найти деньги, что может пойти в ущерб из Сочи. Ну, вот так я изложил примерно ситуацию. Спасибо за внимание. Спасибо, Леонид Сергеевич. Уважаемые коллеги, у меня есть предложение проследовать примерно тому же сценарию, как мы на учёном совете позавчера. Я выступлю с небольшим дополнением, а потом вы, наверное, могли бы задать эти вопросы, потому что, возможно, ваши вопросы будут как раз и освещены. Нет предложений? Тогда давайте теперь взять вашу презентацию. Пока оно загружается, я даже скажу, что на самом деле ещё больше, чем бросили в министерство. Когда они рассматривали, так сказать, выделение финансирования, они убавили финансирование и на прошлый год, но сохранили все задачи, какие там были, даже когда мы не вложили их. Убавляя эти деньги, давайте хотя бы немножко объём обязательств убавим. Не объём обязательств будет тот же. Поэтому, как бы, такого рода непонимания со стороны министерства я подтверждаю в полной мере. Я взял прошлую картинку и должен быть, господа, мы тут немножко даже подставили Николая Юрьевича Бабанова в той программе, которая у вас здесь подписана. Вы же понимаете, как мы её делаем. Берём старую программу и вставляем в неё новые содержания. У меня написано, что это шестой воркшоп. На самом деле у нас с вами официально сегодня седьмой воркшоп. Это просто вот моя ошибка, когда, так сказать, проверяли эту программу распечатыванию. Уж в эту часть строчки не заглянули. Да, это мы исправили, а номер нет. Хотя, реально, этот воркшоп и не шестой, и не седьмой. За время существования лаборатории мы провели ещё целый ряд дополнительных воркшопов, которые имели номера 2,5, 2,7, 3,14. И я точно говорю, что следующий воркшоп будет не восьмой. Следующий будет воркшоп семь с половиной, который мы проведём в рамках симпозиума по нанофизике, который проводится сейчас в марте месяце с Институтом физики и микроструктур. Ну, и мы, соответственно, соберём там значительную часть нашей команды и умеем обсудить наши вопросы. Так что с навигацией здесь не всё так просто. Ну, а своё сообщение я представляю от команды ЛКН. Подразумеваю, что, на самом деле, ЛКН пришла туда ненадолгое место. Ниже, ни нового же, слава богу, были неплохие традиции в Неврородском техническом университете. И здесь присутствуют его представители. Очень серьёзным образом тематика ЛКН пересекается и фактически подпитывается с тематикой двух академических институтов. Их мы здесь видим представителей этого института, и института прикладной физики. Ну, в плане, в основном, отдел Игорь Иванович Ильиченко, который сегодня тоже здесь с нами, причём он у нас обозначен как член наблюдательного совета. Поэтому он приходит и наблюдает. К сожалению, это наша инициатива, которую мы выдавали при сформировании лаборатории. Министерство предложили, вот сделайте, ребята, вот наблюдательный совет, как мы. И пусть наблюдательный совет присматривают. Это большой объём, это мировая практика. Но, к сожалению, у нас министерство не поддержало, но мы всегда рады видеть членов нашего наблюдательного совета. Тем более, что это наши партнеры, наши соавторы и академические институты здесь нам сильно помогают. И вот это переплетение с техническим университетом имеется. Есть ещё одна опорная точка у нас, это салют. У нас здесь тоже есть салют, так сказать, некие общие сотрудники, общие пересечения. В частности, это Катя. И сегодня салют тоже с нами. Нам очень хотелось обсудить и наметить планы. А как нам вот так же плотно начать взаимодействовать и с салютом, так же, как с ЭФМ и с ЭКФАМом? Дело в том, что действительно у лаборатории, у технического университета не хватает сил, технологий, возможностей. Поэтому здесь как раз вот такой синергетический эффект он есть и должен быть. И здесь вот, если претензий к ЭФМ и ЭКФАМ нет, есть полная поддержка на уровне руководства различных уровней сотрудников. Мы здесь просто ведём общую работу. Но с салютом есть сложности. Может быть, конечно, нам салют расскажут, что там происходит. Но я и так знаю, что там идет масштабная перестройка самого учреждения. Хотя мы помним, что всегда было наше предприятие, с которым мы должны взаимодействовать. И в нём здесь имеют в виду и фармские, и финские времена. Я помогу представить сложную область в таком формате, как здесь представлено, характеризуя особенности нового года, кадры, результаты. Немножечко расширит то, что Сергеич, так сказать, побежал очень бегом. Но на самом деле, коллеги, у нас ещё два с половиной дня работы, где мы представим более детально все результаты, которые Леонид и я по праву оказывать весьма бегло. Немножко побольше я остановлюсь на последних продвижениях по части «Бумеранга и Миллиметрона». И напомню, что когда написали заявку, мы бы её не дали, если бы не показали красивые перспективы для двух конкретных вещей. Поэтому для них не совсем прав, говоря про то, что «Миллиметрон», выделяя его в новое, «Бумеранг» в старое. «Бумеранг» и «Миллиметрон» стояли в стартовой нашей заявке, в стартовой нашей бумаге, где мы сказали, что берем себя пяткой в рот, что будем заниматься разработками для этих двух миссий. Вы сказали, что нас ещё не пригласили туда официального. То есть официально пригласили только сейчас, в октябре, когда я там был, у меня все бумаги пришли. Понятно. Ну и немножко о плановых заключений. Итак, вот эту картинку я уже вам показывал. У нас, единственное, она изменилась. Теперь уже второе продление. У нас есть соглашение, которое жёстко прописано. И вот то, что говорил Николай Юрьевич вступительное слово, вообще-то грязательно растает. И пирократия спрашивает исключительно по формальным критериям. Они вряд ли разберутся, в особенности в полуниках или ещё чем-то. Для них очень важно проверить и проконтролировать на полуформальных критерий. Поэтому я сейчас вынужден вам показать вот ещё одну страничку из этого соглашения, подписанного тремя странами, Министерством ВУЗа и Данилом Сергеевичем, что 27 миллионов нам давали. Кстати, не 30, как обещали. Задачи нам не снизили. Но это был тростный ВУЗ. А в этот году, вот пункт номер 4. ВУЗ обязан привлечь 30. Вот эту цифру нам добавят. Почему? Поэтому вот сейчас мы должны найти и 30 миллионов, и ни копейки больше. Поскольку нижняя строчка говорит о том, что в случае неисполнений или ненадлежащих исполнений, возвраты подлежат вот те 27 миллионов. Ну и поскольку здесь есть подпись, печать, то, соответственно, исполнять это нужно. И это то, что проверяешь, так сказать, там. Ну что ещё, так сказать, в качестве подписанной, когда записи есть? Леонид Сергеевич должен провести по 4 месяца каждый год здесь. Ну и здесь пока у нас всё чуть-чуть хорошо. Вот видите, уже январь, Леонид Сергеевич, с нами. В марте он снова к нам приедет, и в дальнейшем мы будем работать именно в этот сценарий. Вот. Есть ещё один момент. Вот здесь чётко написано, что нужно 8 статей и или 2 заявки на изобретение. Здесь мы немножечко проваливаемся. Дело в том, что вроде бы в соглашении подписанном не написано, что эти статьи должны быть обязательно в соавторстве с нашими ведущими учёными. А вот инконсульт, который контролирует, он за нас требует именно это. У нас есть некое зрение с принимающей стороной, поскольку, к сожалению, Леонид Сергеевич у нас очень порядочный учёный. Ведь очень часто, так сказать, руководитель просто вписываются в работы, которые они не только не обсуждали, но и не знают. Ну, руководитель, руководитель. Леонид Сергеевич категорически против того, чтобы в соавторстве в тех работах, где хоть он вложился, хоть это и в его лаборатории, хоть он принимал участие в обсуждении, но тем не менее, поскольку он там не сделал научного вклада. И при этом мы начинаем проваливаться. Вот из этого мы, уж извините, грубое слово «частопульство», но заставлять его никто не может, это его право, так сказать, быть с автором или не быть. И хотя у нас есть большое количество статей членов научного коллектива в различных комбинациях, но, к сожалению, вот этот параметр мы не выполнили. Даже вот с лазейкой, видите, на лазейке там и или. Можно было парой зарегистрированных программ отбиться от этого, и все было в порядке. Ну, мы исправимся. Мы уже дали обязательства министерству, что в наступившем 2014 году мы выполним, мы заставим Леонид Сергеевича посчитать какие-нибудь формулы даже в тех задачах, где он не решал. Мы его сейчас аккуратно привлекаем во все остальные темы, с тем, чтобы он с чистой совестью вот с автором этих работ и начал, иначе мы с вами не выполняем, и дальше мы увидели ту строчку, которую я вам показывал. Итак, формально мы должны освоить восемь научных задач. Они у нас прописаны в соглашении, и они не только связаны с бометрией, а со всеми теми вещами, о которых отчасти сказал Леонид, отчасти скажу я. И мы должны создать лабораторию мирового уровня, на чем он оставил Леонид Сергеевич, я считаю, что это очень верно, хотя дальше есть синий цвет, устойчивый и самостоятельно существующий и так далее, и так далее. Вот, я вот внизу к разным цветам, и все теперь за счет софинансирования, то есть уже безбюджетных компонентов. Это очень тяжело, это очень плохо, но тем не менее давайте поговорим о том, что же есть. Итак, ну кадры решают все, поэтому я чуть-чуть охарактеризую, что у нас с кадрами. Три компоненты более-менее понятны, как я уже сказал. Экадемические институты нижегородские, так сказать, очень активные в увеличении в работу. Есть штатные сотрудники технического университета, есть сторонние люди, причем как зарубежные, так и московские. И они к нам сейчас вот подъезжают, да, и питерские упускают потом. Вот. Но что приехало? Вроде как и состав хороший, 15 декторов, там более 15 на сегодняшний день кандидатов. Но если мы посмотрим на тот состав, который вот здесь штатный, вот то, что вот внизу, вот те, которые имеют здесь, что называется, трудовую книжку, такие люди тоже уже есть. Но вот в этом плане уже получается довольно слабо. У нас здесь всего-навсего один PHD, это Аня Гордеева, вот из тех, которые в лаборатории живут. Вот. И, на самом деле, это не очень хорошо идет дело пока с защитниками. Понятно, что защитить диссертацию – это вам не пирог слепить, поэтому за прошлый год у нас всего одна защита состоялась, и только совместитель. Собственно, вот вы видите здесь электрозащитившегося, вот, это Серов. Но это, понимаете, это все на тех врача, по-моему, что называется в Институте прикладной физики. Хотя, конечно, они сильно сейчас вовлечены в наши работы, в наши отчеты. И Володя Паршин, ну а может быть и Серов, я не знаю, кто там из них будет доказывать об этих работах. Так что здесь есть и достижения, и проблемы, которые мы чуть-чуть не увидим. Ну, эту картинку, наверное, вы видели, это вот та нижегородская часть команды. А теперь чуть-чуть добавлю к результатам. Так вот, результаты, которые нам были предписаны министерством, они, в основном, достигнуты. И мы отчитались в этом месте благополучно. Отчет принял. Поэтому вот слова «успех», они, как бы, сейчас верифицированы печатью Миномозауки. Есть статьи, но есть и проблемы, о которых я сейчас вам сказал, что Володя Павлович не хочет стать в авторстве не совсем в своих статьях. Есть у нас фактически уже теперь две лаборатории в лабораториях, два участка. Это и технологический, там, где мы уже что-то делали. Сергей Ильич показал пару слайдов. Ну, а Сергей Николаевич Ледович представил более детально об этой информациях. Ну, и мы уже очень серьезно разбили нашу измерительную часть, там, где у нас экспериментальная база, там, где у нас уже три отдельные большие установки. И вот здесь есть лазейка, господа, для нас серьезная с точки зрения получения финансирования. Дело в том, что вот это все дорогостоящее оборудование стоит на балансе университета. А университет получает деньги на науку, и, как мне подсказал выиграть науку вольцу, среди этих денег есть деньги на поддержание вот этих установок. Все, что стоит того же 5 миллионов рублей, вообще говоря, должно быть призрено и присмотрено. А у нас здесь призорные установки. Ну, соответственно, мы, может быть, рассчитываем будем иметь получение базового бюджетного финансирования из раздела науки на содержание в установке. Потому что другому мы это своими силами делаем. Есть у нас и серьезные достижения с точки зрения конструкторских разработок, производственных. Здесь вам об этом тоже расскажем чуть позже. Есть и переказмическая лицензия. Это тоже большое дело. Мы теперь можем самостоятельно выходить в Роскосмос. Она у нас получена в прошлом году, не бесклюдано, но все это есть. Ну, и есть значимое продвижение вот по этим двум заявленным направлениям. Мельметром и Умиран. Несмотря на то, что формально мы как бы не имеем какого-то тотального соглашения и увлечения в тот же Мельметром, но мы как бы занимались этими делами. Я буду это сказать чуть позже. Ну, что еще, так сказать, из активности хотелось бы отметить. Я считаю, достойно, так сказать, и похвалиться, и достойно тиражирование, может быть, по другим лабораториям. Тут под лобом сейчас подошли коллеги в других местах. Вот, еженедельные оперативные совещания. Каждую неделю, Владимир Сергеевич, в 16 часов по понедельникам, в течение полутора часов, бывает дольше, обсуждают текущее состояние, проблемы, планы. И это очень хорошая практика. Вот в этот понедельник, кстати сказать, у нас состоится оперативка номер 97. Правда, это, на самом деле, их было больше. Просто мы с какого-то момента начали оформлять протокол, номероватик. И вот мы уже добрались до такого вот значительного номера. Причем мы обсуждаем здесь как научные проблемы, так и хозяйственные, которые нас душат. Так что здесь есть очень такое хорошее и полезное дело. Кроме того, мы стараемся регулярно проводить научные семинары. Это, может, немножечко реже получается, не каждую неделю, но, тем не менее, это есть. Пишем публикации, причем не только те, о которых мы говорили на Миногой науке. Публикации бывают разного уровня. Участвуем в конференциях, тезисы, труды, то есть это все имеется. И, как бы, лаборатория работает полноценным таким статусом научного учреждения. По стажировке Владимир Сергеевич сказал и про проблемы этих стажировок, но у нас их довольно много. И есть приятная новость, что пара стажировок уже прошли, пара поездок наших ребят прошли уже в том режиме в новом, заданном министерстве без привлечения базового бюджета. Наши люди съездили Леомид Светил-Мьену к Ильичеву за счет приглашающей стороны Анны Гордееву просто выиграла тупо хороший грант на работу Швеции. И, собственно, сейчас она не обращается в кассу за поддержкой ее поездок. Все остальные пока у нас еще не очень обеспечены. И к стажировке есть еще одна претензия. Они у нас не всегда эффективны. Михаил Сергеевич просил меня передать, что все-таки РУС будет стремиться поддерживать и находить эти деньги на эти поездки. Потому что это очень важно. Но очень важно, чтобы четко формулировалось задание, чего люди будут делать. И с тем, чтобы мы внятно спросили за результат. Чтобы люди не проставили и каждая поездка приносила нам всем с вами реальные результаты. И чтобы там велся тот самый ресерч, о котором и говорил Леонид Сергеевич. Говоря про наших аспирантов, у нас их, так сказать, много. Вообще серьезно увлечены в образовательный процесс. И Леонид Сергеевич, здесь у нас профессор технического университета, имеет двух аспирантов. Ваш покорный слуга тоже имеет двух аспирантов. Еще у нас есть группа, так сказать, по другим руководителям у нас списанных. Они работают. Ну и вот я должен сказать, что двое из них уже всерьез работают и над трудом. Тут даже есть моя доля игры. По крайней мере, в конце прошлого года я получил уже некоторые, так сказать, заготовки и отвесного зашатло, которые я просто по крайней мере успел обработать и как бы дать им некий фитбак. Но обещаю, что этот фитбак в ближайшее время будет. Я очень надеюсь, что по крайней мере, вот эти два аспиранта, которые и по срокам на выходе, они, как у нас уже в текущем году, должны будут на серьезном уровне выхода. Ну и есть еще два аспиранта, которые мы будем стремиться тоже в этом году перевести на такой предзащитный уровень. Очень много и более успешно, чем с аспирантами, мы работаем с администратами. Буквально позавчера я принимал экзамен на очередную группу. Часть наших новых аспирантов, она просто выливается в коллектив и мы с ними работаем. Глаза здесь блестят для церковь, и я считаю, что здесь больше вины, больше проблемы у нас, потому что мы не всегда в состоянии обеспечить недостаточный уровень руководства. И регаты поэтому иногда чувствуют себя брошены. Я здесь тоже отчеркнул сознаем. А чеки нужно купить, да? Сложнее. Ну, во всяком случае, здесь все было где-нибудь непонятно. Естественно, он начинал этот процесс, хотя здесь есть тоже сложность. Начиналось у нас все в рамках радиофака. Сейчас скоро масштабная реформа технического университета, и у нас перевели инфистех. То есть мы теперь, как на радиофак, хотя, с другой стороны, теперь вся электродинамика, антенна, приемники передачи, и уж инфистех, радиофак, это странно. Но, как бы, нас теперь там много, и, может быть, это будет не так уж и плохо. Ну, вот, что есть, то есть. Очень активно ведется работа и с более молодым слоем, со школьниками, причем именно с силами наших студентов в основном. Мы взаимодействуем с обществом знаний, которое у нас некое совместное под крышами Нижегородского научного центра, но политех и классический университет являются участниками этого процесса, и все наиболее значимые, так сказать, мероприятия общества знаний проводятся как раз здесь, в политехе. Ну, и мы вот занимаемся с детками, так сказать, как раз именно в рамках деятельности этого общества. Это очень здорово. Ну, естественно, всевозможная внешняя активность тоже есть, и сайт у нас работает, хотя с уходом Лобаева в начальники управления сайт у нас немножко замок. И мне кажется, здесь нужно немножко, так сказать, перестроиться, кого-то назначить здесь более активным, с тем, чтобы наш сайт был более живой. Свежей информации, в частности, о нашем сегодняшнем мероприятии пока нет. Это есть некий дефект, и нам надо отработать. Ну, пиар у нас есть, прессы, так сказать, приходят, журналисты, телевидение. Балкратов, кто отбывался целый, там, наверное, наре, есть ролики. Ну, мы видны. Визитеры разных городов к нам тоже приходят. Причем мы даже вовлечены в дополнительное образование. К нам из некоторой группы специалистов приходило по повышению квалификации. Мы их тоже повышали. Ну, и сами учимся. Наконец-то к нам удалось пригласить того самого любимого аспиранта Ряна Сергеевича Сумиха, он здесь провел на несколько дней лаборатории. К сожалению, визовые проблемы не позволили сделать нормальное приглашение и нормальный визит. Он приезжал как турист, и нам еще нахлопучку дали за то, что мы неправильно оформили его через определенные правильные структуры. Ну, чего же делать? Трудно браться. Ну, и, конечно, всевозможные бюрократии, всевозможные заявки, отчеты, закупки. Это все у нас не так просто. Этим мы тоже занимаемся плотно. Теперь про баллоны. Я съездил в Рим, вот эта вот картинка, и наладил еще один канал коммуникации. Дело в том, что для нас с вами Рим ассоциировался исключительно с Павел Гернарко, с моего, с упругой и сотрудницей в силовой массе. Но вот нашли же коммуникируют на уровне исполнителей. Вот здесь я уже нашел человека, вот он со стрелкой, с которым мы будем заниматься спектрометром для миллиметрона. Я внимательно изучил их криогенику. Ну, левую картинку вы все видели, я много раз показывал. А вот я уже, так сказать, не смотрел, как у них работает с криостапом. Кстати, всю неделю, когда я там провел, этот криостап был в откачке. То есть откачивает очень долго и очень трудно. Это все та же модель, но она, видите, уже не внести. Это все та же модель, но она, видите, уже не внести. Продолжение следует... ... Продолжение следует...